Дорогие коллеги, я представляю вам нашего следующего докладчика Тимур Отнашев «Не наше, наше. Конструируя хронотопы отступающей империи». Пожалуйста, Тимур. Я перемещусь на более современный материал в докладе. Но, безусловно, несколько тем прямо будут связаны. Я хочу рассмотреть несколько швов имперской и неимперской сборки такого воображаемого пазла или хронотопа, который позволяет объединить людей в такое символическое целое. Он объединяет людей, территории и исторические эпохи, время. В первой части сообщения я постараюсь кратко описать логику этой модельки аналитической. И во второй части с помощью ее проанализировать трех националистических современных авторов, которые, как мне кажется, довольно осознанно предлагают свои собственные варианты сборки пазла. Возможно, и в заключении я попробую, как нам предложили организаторы, попробую сделать какие-то проективные, возможные, спекулятивные выводы из этого обзора. В целом, наверное, мы можем предположить, что мы имеем дело достаточно распространенной в истории XIX-X века логикой гомогенизации или чистки национального сообщества после фазы имперской экспансии. Ну, так сказать, одним из прецедентов являются Германия, история Германии и Турции в первой половине XX века или распад Велославии 90-х годов. То есть, в кавычках, более поздние нации, значит, вот проходят, возможно, проходят какие-то сходные процессы гомогенизации. При этом, ну, вот этот политический или символический переход от империи к нации, он типичен, однако, ну, наверное, он не является ни гарантированным, ни предопределенным для России в данный момент, вот, поскольку будущее открыто, как знают историки, и подлежит реконструкции. В этом смысле, ну, то есть, эта рамка, скорее, сравнительная аналогия, да, а не предсказание или не ожидание непременно этого процесса, но я думаю, что она помогает ориентироваться в том, что происходит. Значит, вот, ну, определение хронотопа, здесь мы используем его в совершенно специальном значении, да, не в смысле Бахтина, но мне показалось, это, в общем, понятие достаточно пластичное и удобное для целей, значит, вот нашего изыскания. И, соответственно, общая идея, да, что мы собираем, воображаем, собираем некоторое сообщество, значит, и дальше в разные периоды, в разных контекстах, это воображение, во-первых, более или менее значимо, более или менее важно, да, ну, вот, и разные имена таких сообществ, это нация, республика, союз, земель, конфедерация, народ, империя, значит, и есть еще другие названия. Значит, при этом мы исходим из того, что, значит, вот цель, соответственно, целое, вот это целое, реконструируется через некоторый набор операций. Я о них чуть более подробно скажу, таких интеллектуальных операций по определению нашего и не нашего, по исключению и включению нашего и не нашего. Значит, ну и, соответственно, такими маркерами единства, которые позволяют эту сборку осуществлять, могут являться там как религиозные, там критерии этнические, значит, вот монархическая династия, светские принципы гражданской нации, и, в общем, есть еще тоже такое разнообразие этих маркеров, которые, ну, как правило, комбинируются для того, чтобы вот собрать какую-то нацию. При этом негативные маркеры используются для исключения, да, для исключения чего-то из, либо из исторического прошлого, да, иногда целых периодов, иногда каких-то групп, и в настоящем тоже некоторые группы могут подвергнуться такому символическому исключению, да, потом иногда и практическому, да, и, ну, вот, так сказать, в пограничных случаях речь идет о чистках или геноциде. Значит, при этом, начиная с 1945 года, важная, так сказать, новая вводная для этого хронотопа, связанная с тем, ну, в заключении, в европейской, в Европе, ну, и, наверное, все-таки шире, да, у хронотопа появляется такая новая вводная, он должен обосновать вот это символическое сообщество ровно в границах, юридически признанных границах той территории, значит, на которой этот хронотоп проектируется. И, ну, почему это важно? Собственно, ну, вот, это важно в силу, так сказать, того набора институциональных решений, да, там, ООН и рядом других институтов международных, которые как раз призваны блокировать, да, будущее изменение границ, во всяком случае, значит, существенно их осложнять. И, ну, соответственно, вот, ну, такая метафора, да, пазла возникает, и, значит, при этом методологически мы исходим из того, что, чтобы вот такую аналитическую рамку использовать, мы должны признать как бы два пласта, два уровня очень обобщенных, уровень, так сказать, социального, ну, социальный конструктивизм, который в данном случае проявляется как раз вот в этих конструкциях, в этих предложениях, да, идеологических таких воображаемых проектах, а с другой стороны мы должны одновременно признавать наличие некоторых примордиальных сообществ разного типа, да, и там какие-то объективные или там достаточно объективные, инертные, сильные социально-экономические структуры. Соответственно, коллективные идентичности при этом пластичны, их можно как бы перекодировать, но они обладают инерцией, да, эта перекодировка не может происходить, так сказать, мгновенно или там по желанию манипулятора, это сложная какая-то общественно-политическая культурная работа и конкуренция разных проектов. Значит, ну, и вот в этой метафоре как бы каждый такой идеолог, он собирает из этих блоков, да, и в прошлом, и в настоящем, он собирает вот какую-то свою мозаику, что-то включая, что-то исключая. При этом тоже вот последний важный такой теоретический вводный момент, значит, каждый идеолог говорит от лица того сообщества, которое он сам же и конструирует, да, он его как бы собирает или вокруг него собирает как бы более общий пазл, значит, и он от лица этого сообщества говорит, и он себе присваивает естественным образом право говорить от этого лица. В 19 веке, да, марксисты, в 19-20 веках марксисты говорят от лица пролетариата, значит, который сам еще не знал о своем существовании, но вот, собственно, формировался в том числе через это говорение, да, ну, и слово пролетариат, так сказать, да, там как бы придумывается в некотором смысле, да, и вот некоторая общность объективно в некотором смысле предсуществующая, да, получает вот такое название, вмененное название, и на этой основе ведется политическая деятельность, да. Точно так же националисты говорят от лица рождающихся наций, которые в некотором смысле сплавляются, да, из каких-то этнокультурных сообщностей, ну, немножко другого типа, да, которые, соответственно, вот осуществляется такая работа, значит, и при этом каждый вот публичный проект, он такой потенциальный, да, проект для сборки, да, далеко не все они в реальности осуществляются, не все переходят в фазу политического такого действия. Мы, собственно, ну, в докладе, я практически исключу, как бы, вот, ну, внимание к, за редкими исключениями к вот этой самой фазе, так сказать, внедрения там или воплощения, да, но большее внимание уделю аналитическим ходам, которые используются для того, чтобы собирать такие хронотопы. Значит, ну, вот я выделил здесь пять операций, которые делают разные, значит, мыслители, интеллектуалы и общественные деятели, которые говорят от лица, еще раз, да, вот этих конструируемых имиджей сообществ. Значит, это включение, патронаж, союз, исключение, союз или альянс, исключение и вражда, да, значит, я короткие комментарии, наверное, не буду озвучивать, и затем постараюсь показать, вот, ну, как это работает. Значит, ну, и, собственно, перейдем теперь вот к нескольким, значит, известным мыслителям разной степени известности, впрочем. Значит, начнем с Александра Солженицына, которого я не буду представлять, и здесь, так сказать, я буду, обращусь к знаменитому тексту, манифесту 90-го года, как нам обустроить Россию. Важно, что в этот момент Солженицын говорит и пишет в Советском Союзе. Советские люди все еще, ну, в основном представляют, что Советский Союз плюс-минус незыблем, да, значит, и все еще не кончился, и Солженицын звучит тогда совершенно иначе, чем сегодня. Он говорит, давайте спроектируем, и он буквально говорит, вот, ну, в терминах, там, некоторого проекта, да, или пересборки, давайте создадим новую Россию, давайте ее придумаем и поймем, какие у нее границы. Значит, при этом у него в ядре вот такая формировка «Русский и Россия», он ее повторяет, но потом оказывается, что то, что он проецирует, является довольно, ну, более сложной конструкцией. Значит, да, в ней он, с одной стороны, предлагает включить в ядре три кровных братких народа, да, значит, с корнем «рос», «великороссы», «малороссы» и «белорусы», то есть он переименовывает вот в данный момент, да, значит, на время, там, например, русских или россиян, да, «великороссов», значит, «малороссов» и «белороссов», и все вместе они собирают, все вместе они объединяются в русскую нацию, и при этом появляются и, там, условные сто народов и народностей, в том числе малые, и он им явно прописывает тоже место. То есть в одном случае имеется в виду союз, а в другом случае патронаж, да, предлагается малым народам, предлагается такой своеобразный патронаж, и, ну, при этом, вот, значит, там, цитирует в частности Соловьева и указывает на то, что вот это разнообразие народов тоже чрезвычайно важно. Значит, теперь каким образом, значит, что надо делать, да, собственно, Солженицын, во-первых, перекраивает границы существующего тогда Советского Союза и предлагает, значит, очень решительно предлагает отпилить 11 республик, значит, и там сопровождает это некоторыми важными комментариями, почему именно они должны быть отпилены, значит, и три Балтийских республики, три Закавказских республики, четыре Среднеазиатских, да, и Молдавия, если ее Крумынии больше тянет, эти 11, да, да, то есть пусть уходят. Значит, и далее, значит, вот Казахстан был нарезан коммунистами без разума и частей Сибири и Приуралия, поэтому южная дуга областей, где проживают казахи, может отделиться, а северный Казахстан законно отойдет, значит, к России. Это вот, значит, такой проект сборки, значит, три республики, значит, славянских, ну, как бы, и одновременно русских все три, да, с другой стороны, вот северная часть Казахстана. И при этом, в общем, он совершенно явно предлагает народам, которые не хотят присоединяться, значит, отделиться. И, значит, все время подчеркивает, что важна такая мудрость этого самого кройщика, значит, и эту сложную составную общность, которую он проецирует, да, нужно очень мудро и тонко придумать, значит, ну, собственно, что он и пытается делать. Значит, при этом он в прямом смысле атакует империализм, причем очень делает интересную операцию, он идентифицирует советский империализм с империализмом русской империи, значит, и, собственно, вот многое активно ругает, значит, империализм, ругает пространственное мышление, то есть экспансию, ругает имперский дурман, советский державный патриотизм, и им противопоставляет вот это вот ужатие, которое он предлагает. Ужатие границ и отказ от империи, и буквально, значит, цитата, да, «нет у нас сил на империю». Почему нет сил? Ключевой аргумент – мы не сможем ассимилировать больше окраин, значит, в ситуации демографического упадка русских. Поэтому вот такой, как бы, экономный проект сборки должен быть осуществлен, при этом, еще раз важно, он должен быть осуществлен мудро и, главное, мирно. Значит, поэтому, поэтому это он повторяет в течение всего трактата, да, необходимо предоставить выбор, да. Если какой-то народ не хочет, значит, не хочет присоединяться, он должен выйти. Отдельная вот здесь, значит, цитата, да, про то, как, значит, это может обстоять дело с Украиной. И в итоге он предлагает такой совершенно, ну, в общем, такой необычный, так сказать, в общем, радикальный ход и говорит, что, ну, во-первых, никто не посмеет удерживать его, украинский народ, силой, но разнообразна эта обширность, то есть она тоже пазл, и только местное население может решать судьбу своей местности, своей области. То есть он предлагает, так сказать, в пределе честный референдум в каждой области, кто куда хочет, значит, идти. И на этой основе мирно и дружно возникнет, значит, такое вот сообщество антиимперское, да, и которое в русской и российской империи как раз… как бы достанет, как он это тоже явно пишет, возникающее русское национальное самосознание. То есть русская империя, в этом смысле российская империя оказывается, ну, вот колыбелью русского национального сознания, а, собственно, ее имперскость, да, его, как бы, получается, не интересует, и он ее, в общем, приписывает целиком советскому проекту, советской империи, советскому державному патриотизму и военно-милитарному такому духу, да, ему противопоставляет добровольное объединение народов с ядром, значит, вот этих трех русских народов. Ну, и вот, так сказать, здесь отступление от правила, которое я обозначил, мы можем, ну, говорить о том, что здесь просто интересно, скорее, даже позиция самого Солженицына, сложно, естественно, оценивать степень его, там, возможного влияния на, там, президента Путина, значит, но важно, что Солженицын, безусловно, был, так сказать, там, человеком упрямым, да, диссидентом решительным и независимым, и то, что он публично и явно, да, соглашался, значит, вот, как бы, на такое взаимодействие с президентом Путиным, явно свидетельствует о том, что он, ну, наверное, что-то хотел ему донести и сказать, вот, ну, во всяком случае, можно представить себе попытку влияния. Значит, следующий наш автор, да, и вот он, прошу прощения, да, предлагает Российский Союз, просто запомним, там, предлагает именно Союз, да, Российский Союз. Следующий автор – это Михаил Ремезов, значит, этом, так сказать, в начале 2000-х годов совсем молодой человек, наверное, он, ну, так, сегодня с небольшой исторической дистанции, можно сказать, один из, наверное, интересных таких ярких публицистов-националистов своего поколения. Он работает сначала, значит, у Павловского в РУСРУ, потом довольно быстро уходит и, собственно, как бы, предлагает, прямо предлагает содержательно альтернативный проект тому, что делает Глеб Павловский, работает с Пивуковским и затем создает свой собственный институт и работает на такой, значит, должности председателя президиума экспертного совета при коллегии военно-промышленной комиссии. Ну, то есть, можно представить, что он в некотором смысле как-то интегрирован в какой-то периметр государственного управления, но при этом должность, ну, не самая публичная, не самая известная. Значит, теперь что, ну, о чем, какой проект сборки предлагает молодой сначала, значит, Михаил Ремезов, задай, ну, и затем мы обратимся чуть позже к его, значит, такому обновленному варианту. Он, значит, пишет о пограничной ситуации, о том, что Россия в 2000-е годы, эта страна находится в ситуации смуты и, опять-таки, тоже нужно спроектировать себя, это цитата, да, то есть Россию заново изобрести, спроектировать себя. А, значит, это, почему, в чем пограничная ситуация? Россия находится под угрозой гибели от таких хищных конкурентов. Он не очень это прописывает, но это, как бы, так сказать, не подсвящает много внимания внешней политике, но совершенно четко указывает на такую какую-то экзистенциальную опасность извне. Значит, такое потребительское население, спящие чиновники, элиты, все они спят, значит, и чтобы изобрести нацию, нужно их разбудить. Значит, теперь он, опять-таки, осознанно говоря, что он проектировщик, он указывает на два типа проектирования, которые, значит, существуют. Один такой, значит, один тип проектирования, значит, связан с утопическим проектированием, то есть и утопия здесь как раз отрезание хронотопа от прошлого и от территории, как ни странно, да, он говорит, такой проектируется хронотоп, который как бы оторван и от истории, и от места, и от прошлого, и, как пример, приводит Соединенные Штаты. Другой тип проектирования, и там, и там проектирование, это фундаменталистская, значит, модель, которая обращается к пространственно-временной генеалогии, то есть которая, значит, выращивает хронотоп в прошлое. Значит, и это Израиль, значит, США и Израиль. То есть Израиль, он тоже изобретает себя, это тоже такой молодой национализм, но он обращается к каким-то историческим корням. Значит, ну, а в России, вот в момент, когда он пишет, значит, в России господствует такая специфическая, значит, специфический проект с его точки зрения, который он называет, значит, либеральным национализмом или либеральным консерватизмом, значит, там цитирует, ну, апеллирует, спорит с Глебом Павловским, с Алексеем Карамурзой в разных там, да, изводах, значит, ну, и обоим он им говорит, это все химера, то, что вы делаете, это химера, такой России не существует. Да, вот этот проект либеральной нации, либеральной гражданской нации, он химера. Почему он химера? Он химера и в Европе, он химера в России, потому что люди не чувствуют связи с землей, у них нет укорененности, и он буквально говорит, иронически, говорит, никто не умрет за статус-кво, то есть за какую-то конструкцию, которая здесь случайно собралась, без привязки к истории, или за конституцию. Чтобы кто-то начал умирать и мобилизовываться, и это слова, которые он употребляет, нужна привязка к этнокультурной общности. А наоборот, гражданская нация, которая случайно пересекается, культура, происхождение, религия, язык случайно пересекаются, тогда такая нация граждан, есть нация формально граждан, которые иммобилизованы могут быть только формально. То есть Россия, находящаяся в экзистенциальном полукатастрофическом, смутном состоянии перед лицом катастрофы, проект такой нации постимперской, он опасен, потому что он не позволит выжить. Значит, в ситуации ожидаемой мобилизации, вероятно, ну и невероятно, а войны, он о войне тоже пишет и говорит, мы еще раз в 2000 году, там, 2000, 2001, 2002. Соответственно, он прямо атакует, тоже интересно и важно, он прямо атакует вот такой проект гражданской нации и статус-кво, и границы статуса-кво, и указывает, что все это, в общем, иллюзорно. Третий мыслитель, завершаем, на нем мы завершим этот, так сказать, обзор, Константин Крылов, значит, это такое, наверное, особое место он занимает в современной политической мысли. Он, с одной стороны, наверное, один из самых влиятельных сегодня, да, и узнаваемых русских националистов, при этом он вот наиболее жестко формулировал вот этот этнический проект, да, у Ремезова он сформулирован несколько, так сказать, академически завуалирован, Крылов именно, так сказать, нарочито, да, продвигает именно этническое понимание русского, и при этом он, на самом деле, при жизни, да, он умер относительно недавно, при жизни он, в общем, ну, пользовался влиянием, но, скорее, так сказать, там, скажем так, с трудом сводил концы с концами, и, в общем, не был таким лидером мнений, во всяком случае, в явном виде, и в момент смерти вдруг такая кристаллизовалась совершенно удивительная такая атмосфера вокруг него, да, признание его такой выдающейся, выдающейся его роли для очень широкого круга интеллектуалов, значит, там, и там политических активистов. Соответственно, первое, что он делает, его модель сборки, да, он требует перейти от идеологии, где он, как говорит, которая использует национализм через черточку, национал-большевизм, национал-монархизм, национал-империализм, национал-анархизм и так далее, и так далее, к такому проекту, в котором русский народ есть конечная цель. Русские нужны сами себе, они не должны, значит, ничего через себя доказывать кому-то, наоборот, они и есть высший критерий того политического проекта, той модели сборки, которую он предлагает. Значит, при этом сложившийся статус КВО сегодня, значит, он его описывает как союз власти, высшие политические спецслужбы, бизнесы, интеллигенции, в основном представляющих национальные меньшинства, значит, против порабощенного и бесправного русского народа или русской нации, да, он использует их как синонимы, и эту же схему он опрокидывает в прошлое. И в Советском Союзе, и в Российской империи речь шла об империи наоборот, значит, да, речь шла об империи наоборот, в которой, значит, вот этот союз этнических меньшинств и метрополии, да, эксплуатирует, собственно, как бы ядро, русскую нацию, да, которая при этом, ну, вот как бы она спит, да, она не проснулась, но она, вот, собственно, и Крылов буквально выводит, да, предлагает ее тоже разбудить, вывести ее из такого спящего состояния в актуальное состояние. Значит, при этом, как, ну, вот его проект, вот тоже позитивный проект сборки, он неожиданно сочетает несколько таких нетривиальных ходов. Крылов, во-первых, это демократический проект, да, и он очень для него очень важно присвоить и, как бы, акцентировать демократический характер того, что он, значит, предлагает, и по форме, и по сути, да, значит, русские составляют большинство, говорит Крылов, поэтому они, естественным образом, могут быть, значит, главным политическим субъектом, да, и станут главным политическим субъектом. С другой стороны, вот они должны быть таких, ну, и даже уже как будто бы есть, да, в таких вот добровольных, низовых русских организациях, теснократнерских деятельностей и так далее. Значит, и, соответственно, при этом вот сама эта русская нация, да, она постоянный предмет эксплуатации, обвинений, русофобии, русоцида. Ну, и здесь, в общем, вот рессентимент, безусловно, наверное, слово, которое можно сюда, так сказать, добавить, но если мы останемся как бы самим автором, он предлагает, значит, что он предлагает сделать, да, собственно, предлагает избавиться от этого, значит, от этого союза, элит, значит, митрополии, высшей власти, там, спецслужб, бизнеса и так далее, и так далее, и нерусских элит, значит, этнократий, они исключаются из общего тела, да, значит, при этом для обычных татар, бурят или чекучи русское национальное государство будет скорее более комфортным, чем нынешняя, в кавычках, многонациональная РФ. Да, многонациональная РФ здесь такой предмет постоянного, ну, как бы, иронии, осмеяния, дискредитации, и при этом очень важно, что он, ну, вот, легитимирует, во-первых, национализм, да, делает его, как бы, интеллектуально приемлемым и очень, как бы, рьяно за это борется, да, каким образом доказывая европейский характер национализма, да, и постоянно цитируя, приводя примеры из европейской истории, тем самым, как бы, разрешая это и в России вот таким интересным ходом через, как бы, европеизацию национализма. Ну, и аналогичный ход, чуть менее, явно, менее агрессивно, скажем, по форме, да, делает Ремезов. И, значит, следующий ход, да, нация важнее государства и его границ. Мы теперь переходим вот к вопросу границ, который здесь все время звучит. Значит, русская нация, когда русская нация станет хозяином своем государстве, тогда мы начнем разговаривать о границах. Сегодня, поскольку это не русское государство, это не государство русской нации, то, в общем, границы случайны и, как бы, обсуждать их бессмысленно. В будущем, пишет он, сильная национальная Россия может начать процесс ириденты, реинтеграции славянского ядра и обеспечить репатриацию всех русских, значит, со всего мира. Дальше интересно, что внутри страны, значит, он предлагает такую вот дилемму, необходима либо сепарация, либо реконструкция. То есть, вот для этнонациональных территорий, там, условно, Северного Кавказа, Татарстана или Якутии, да, вот нужна либо сепарация, либо реконструкция. Ну, особенно, значит, он отдельно выделяет Кавказские республики и считает их, ну, вот, как бы, особенно проблемной зоной. И такая вот формировка, которую он предлагает, да, Кавказские республики должны доказать русским пользу от своего вхождения в Россию. То есть, мы не предъявляем права на это, да, мы исключаем это, но, как бы, готовы обсудить новые условия. И тогда Крылов дальше исключает национализм, из национализма русское православие. Он его атакует самым разным образом, но, как бы, достаточно устойчиво и системно, да, и, значит, как бы, так сказать, критикуя в суще сложившейся такой православной традиции, как он говорит, разрешенное русское, официально разрешенное русское, то есть русское везде табуировано, русское везде запрещено, но именно православие есть такая форма искаженного, скрытого, замещенного представительства русского, и, ну, именно поэтому, как бы, надо ее, так сказать, в конечном счете, нужно умножить этот прием и легализовать русское как русское, и тогда окажется, что русская православная церковь не выполняет никакой функции интегрирующей, и это совершенно неважно, ну, вот, так сказать, деталь биографическая Константина Крылова, он сам был зарастритцем, но это было частное его дело, он это публично не исповедовал, но, тем не менее, то есть такой чрезвычайно удивительный персонаж. Значит, ну, и вот если мы, значит, теперь вернемся к совсем недавнему тексту, большому интервью Михаила Ремезова, это 2022 год, весна 2022 года, и он, значит, интерпретирует уже произошедшие события, значит, это, по-моему, апрель 2022 года, и он выделяет, значит, для себя важный момент, ключевым основанием легитимности присоединения новых регионов к России является их русская идентичность. Это прямо зафиксировано в соответствующих постановлениях Конституционного суда. Россия больше не является нацией в административных границах РССР, мы историческая нация, нация общей судьбы. То есть мы, ну вот, да, мы сделали выбор, о котором, собственно, мечтал молодой Михаил Ремезов, да, сегодня зрелый, так сказать, уже такой участник, да, этого процесса, говорит, что мы сделали выбор, и этот выбор, вот он связан с русским национализмом, при этом и здесь имперское наследие, которое Ремезов, безусловно, преднает, да, здесь оно снова мешает, значит, поэтому здесь появляется знакомая формула, которую мы уже видели и у Солженицына, и, значит, у Корлова, при этом предлагается альянс народов или союз народов, значит, ну, он вспоминает Трубецковый и, значит, евразийский национализм, хотя не упоминает, ну, там, более близкого нам Дугина, значит, и говорит о том, что Россия вполне может рассматриваться как сноюз народов, то есть здесь, как бы, есть вот такой, опять-таки, два начала, да, у Солженицына они в явном и таком иерархическом виде прописаны, здесь это сделано чуть более уклончиво, но, в общем, тоже подразумевается некоторая иерархия двух начал, и, ну, вот, и такой, так сказать, вот заключительный ход, что сильная и открытая русская идентичность является основой этого альянса народов, который сложился на пространстве исторической России, без нее это пространство обречено на распад, но при этом на шаг за шаг до этого он явно и буквально говорит об этнокультурном принципе, как главном принципе, который, так сказать, позволяет все это собрать. Значит, ну, это вот такие три разных, значит, сборщика пазлов и три версии модерна, значит, да, и, наверное, несколько выводов. Значит, первое, да, что удивительно, что все три автора не принимают сложившиеся границы государства, да, и делают свои проекты, опять-таки, в разных исторических контекстах, но всегда выходящими или, наоборот, что-то включая, что-то выключая, да, то есть речь идет о совершенно осознанной и целенаправленной пересборке. Во-вторых, значит, да, конституция, границы не являются точкой референта, даже, наоборот, критикуются, высмеиваются. Все трое глубоко и серьезно погружены в европейскую традицию и, в общем-то, апеллируют всерьез к европейским, значит, постимперским ценностям национализма, ну, вот, определенного исторического периода. И при этом они, значит, такие, в этом смысле они культурно-политически правые, в экономике они скорее левые. Вот. И при этом они вот осторожно относятся к глобализации, к крупному капиталу, к культурной эмансипации. Значит, и, соответственно, при этом все трое, да, при том, что вот они как бы опираются на это такое этнокультурное ядро, которое вроде бы эссенциалистски рассматривается, но при этом все трое явно, хотя и с оговорками, допускают такую возможность перекодировки и смены как бы идентичности, да, что это, ну, будучи, так сказать, таким субстанциальным и, в общем, ключевым для них обстоятельством, при этом все-таки это поддается какой-то культурной работе, собственно, которую в том числе они сами предлагают вести. Значит, какие выводы для возможного неимперского осмысления российского хронотопа, неимперского и не националистического, потому что здесь мы видели три версии имперского, неимперского, но националистического осмысления. Значит, во-первых, нужно использовать, как мне кажется, значит, да, нужно использовать эти ходы символического включения, патронажа, партнерства, исключения и для сборки своего хронотопа России. Значит, при этом тот, кто собирает такой хронотоп, он говорит от лица этого же собранного единства. И он должен говорить от лица вот этого целого, и как история, и как проект будущего, но при этом не от лица меньшинства или части. Все трое говорят от лица ядра, от лица самого воображаемого имиджа и утверждаемого имиджа сообщества. Соответственно, вероятно, альтернативный проект тоже может опираться на вот эту сборку. Значит, вот эти еще раз ходы. И последнее замечание. Вот, собственно, насколько актуально само вот это национальное начало, которое предлагается как, собственно, такой главный постимперский проект этими тремя авторами. Во-первых, он, судя по всему, все-таки с большой осторожностью востребован, скорее не востребован, а официальным дискурсом. В официальном дискурсе у нас ровно обратное. Это альянс советского империализма, милитаризма, патриотизма и, странным образом, значит, вот православие. И тот и другой компонент в явном виде скорее критикуются осторожно или явно всеми тремя авторами. Значит, при этом реакция россиян на мобилизацию и материальная стимуляция участников СВО, видимо, указывает на то, что проект общей судьбы в таком формате в общем не описывает поведение и реальные ценности подавляющего большинства россиян. Наконец, это национальное понимание русского выбирает всего 30% россиян, а понимание русского в разных вариантах, как некоторые такой более общей культурной идентичности, разделяет большинство граждан России, при этом 66% тех, кто сами себя считают этническими русскими. Значит, ну это вот, так сказать, я явно выхожу за периметр интеллектуальной истории, да, и здесь мы вот от как бы интеллектуального конструктора, да, переходим к условным таким блокам, да, которые, вот возможно, так сказать, здесь могут служить нам строительным материалом. Ну и вот, наверное, на этом я бы хотел завершить, да, конструктор для сборки, вероятно, открыт. Спасибо большое, Тимур, за такие объемные теоретические построения. Коллеги, дорогие, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, возражения. Ирина Дмитриевна. Ну, правда, это такой замечательный доклад. Вот, давайте мы постараемся, если дискуссия возникнет, не прерывать ее, да, потому что, я думаю, она потом перейдет дальше. А, Тимур, ну, на самом деле, я думаю, мы все думаем над этой проблемой, так или иначе, да, которая назрела. А вот вопрос. У нас есть эти отдельные пазлы для сборки? Скажем, та часть общества интеллектуальная, которая не мыслит себя внутри национализма вот такого плана. Но то, что вы описали, вроде бы не имперскость, но она, на самом деле, прорастает в имперскую экспансию все равно, да. Вот вся эта логика, с одной стороны, патронажа над другими, значит, этническими группами, пересмотр границ и так далее. В итоге все равно это, как мне кажется, имперское начало, такое экспансионистское, оно все равно присутствует, хотя от него вроде бы открещивается национализм. А вот вопрос, который болезненно сейчас стоит. А есть у нас фрагменты другого пазла, которые говорят не от меньшинства, что мы сейчас наблюдаем, а от некоторого, я бы сказала, некоторого большинства, которое может разделять какую-то общую платформу, которая может примирить условных националистов и, грубо говоря, переверженцев гражданской нации. Они вообще существуют как мысленные конструкты, интеллектуальные или прочее. Или это начало собирания пазла еще неизвестных картинок с вашей точки зрения? Ну, как это, в этой логике элементы сборки лежат у нас перед глазами у всех. То есть элементы – это некоторая форма социальных структур, ощущений людей, то есть некоторая в разных формах данная социальная реальность, которая на втором уровне как бы перекодируется, пересобирается в целое уже в качестве конструктора. Но сами эти элементы, они просто есть. Но при этом слово «есть», оно, конечно, скрывает эту такую тонкую грань, то есть есть некоторая инерция и какая-то данность, но при этом каждая может быть перекодирована. Ну, вот там пример просто из этого. Ну, вот кто живет в России? Ну, русские, конечно. Но вот, Сложеницын, в определенный момент нужно сказать, что это великорусы, или в другой момент нам всем нужно сказать, что это россияне. Ну, то есть и выбор этого слова, с одной стороны, мы оперируем к некоторой данности, естественно, живущих на этой территории. Естественно, что выбирая то или иное понятие с разными акцентами, мы как бы немножко перекодируем это. Но при этом тот, как это, наверное, тезис, который я бы постарался утвердить, что, ну, как это, других элементов, пазлов у нас для вас нет, но есть широкая и гибкая возможность их пересобирать, что мы, собственно, видим, ну, вот у этих авторов, но на самом деле множество других авторов. С одной стороны, а с другой стороны мы видим, ну, как мне кажется, вот, так сказать, я тут как бы не погружался в этот уровень, и это отдельная, наверное, совершенно задача аналитическая, там, или, не знаю, общественная. Да, ну, вот, как это ни странно, ну, или, там, может, наоборот, не странно, да, но вот этическое прочтение русского, да, менее всего других свойственно русским, тем, которые сами себя этнически ощущают русским, да, вот из них 66%, из нас из них, значит, да, говорит, 66% говорят, что русское – это не этническое, а вот оставшиеся, значит, ну, вот там, те, кто не считают себя русскими, считают, что русское – это чуть более этническое, но в сумме все равно 60. Вот, ну, это же ингредиент для пазла, да, совершенно очевидный ингредиент для пазла, он на самом деле фундаментально постимперский, да, это вот, так сказать, да, и в этом смысле он, там, ну, вот, имперский, ну, постимперский, но он уже приобрел какую-то совершенную инерцию, самостоятельность, и это социальная реальность, да, то есть дальше ее можно перекодировать, можно обратно, наверное, путем сложных и долгих упражнений в школе, значит, там, значит, и там, ну, в общем, знаем мы разные механизмы, да, значит, переформатирование, да, это можно переформатировать, это можно превратить, наверное, в какую-то там, не знаю, этнонациональную такую какую-то конструкцию, еще в какую-то конструкцию, ну, вот этот элемент пазла, Например, вот он совершенно доступен, он здесь, и это скорее вот такой, наверное, благоприятный элемент конструкции. Есть еще много других, на самом деле, если смотреть, именно смотреть на результаты всяких разных опросов, интервью, антропологические исследования, как на элементы пазла, мы сразу увидим их под новым углом. И там много чего, мне кажется, есть. Вот, ну, дальше я не сказал одну важную вещь, наверное, ее все-таки важно озвучить. Да, мы при этом находимся в ситуации запрета на политическое предпринимательство, значит, да, говоря таким немножко экономическим языком. Вот, поэтому само это проектирование, естественно, ограничено, но исторически понятно, что оно никогда не закончится и так или иначе, так сказать, возобновится, и в этом смысле эта работа, ну, так или иначе будет сделана. Простите, а сейчас, Олег, а вот можно просто дополнение, я потом не буду встревать. А не можем ли мы рассматривать отчасти волну ностальгии по-советскому именно с точки зрения невозвращения, вот, да, в ту реальность, как экономическую и прочую повседневную, а именно снятие вот этого национального вопроса. Потому что иллюзия, что, да, я читаю много всяких комментариев смешных, вот, какими-то советскими фильмами, еще там что-то. И, кстати, лейтмотив там всегда, что вот была дружба народов, ну, понятно, это очень, это иллюзия. Но, тем не менее, да, что Советский Союз с многими ассоциируется, как снятие конфликтов на национальной почве, что подтверждает ваш график, да, о том, что принадлежность к русским, к России, скорее, может быть, да, общекультурные практики повседневные и все прочее, но не этничность вот в узком смысле таком националистическом. Да, я, наверное, ну, я точно думаю, что это часть этого мотива, ну, и это, опять-таки, так сказать, грубые, и, конечно, мы грубые их сейчас будем брать, но социологические данные позднесоветские говорили о том, что, ну, условно, 30% людей себя донесировали как советских. То есть, ну, в этом смысле, вот, ну, это же тоже, понятно, некоторое такое вот воображаемое сообщество, которое конструировалось, да, совершенно очевидно, ну, вот, там, не было доделано, вот, и, так сказать, ну, при этом оно вот, ну, часть наследия, да, и часть пласта, да, вот, кто-то, там, скорее всего, еще себя ассоциирует с советским, значит, да, кто-то там, ну, кто-то нет, и русские националисты, вот, все-все трое, да, они, ну, точнее, вот, скорее, даже более молодые, скажем так, более современные националисты, они все время ругают русских за вот эту советскость, да, советскость высмеивается, советскость – это есть, как бы, предмет атаки, именно, ну, вот, именно, да, как вот этот такой конструкция, эфемерные, с их точки зрения, общности другого типа, вот, ну, опять-таки, ну, вот, как бы, на данном этапе большинство русских вполне себя, так сказать, в этом комфортно чувствует, при этом ощущая себя русскими, и, на самом деле, имея и сохраняет этот этнический культурный пласт. То есть он тоже, в общем, признается людьми, но просто не является главным. Многие это сегодня артикулируют, но при этом это не является частью какого-то, наверное, большого проекта. При этом официальный проект скорее с этим играет. Он как раз очень осторожен с националистической риторикой в этническом смысле, и в этом смысле он, опять-таки, это часть официальной сборки, на самом деле, наследие советское, в том числе дружбы народов, которые сегодня артикулируются, включая вот эти самые, значит, удивительные вроде бы антиколониализм в следующей ситуации. Но, тем не менее, вот эта часть этого внутреннего мира народов, который, в общем-то, в определенный период работал, не всегда работал и не до конца, как мы видим, но, безусловно, задал какую-то культурную норму и практику, которая теперь интегрирована, и мы все ее носители, ну, в разной степени ее носители. Часть людей пытаются ее раскодировать, запретить, удалить. Вот, но это сильная инерция. Да, спасибо. Я небольшой специалист по хронотопам и бахтинумам, и, возможно, по этому вопрос будет звучать несколько мимо. Но вот если подойти к выступлению, к вашему, Тимур, не как с точки зрения содержания, с точки зрения формы, хочется спросить, а кто конструирует? То есть конструктор, кто имеется в виду, это не если по форме самый имперский проект, сказать, что кто-то один придет и наконструирует. Ну, вот эти три наконструировали неправильно, Солженицын, Ремезов и Крылов, но вот сейчас будет правильный конструктор, который наконструирует для других то, что надо. И это выглядит, честно говоря, по форме, как антиреспубликанский проект, потому что, ну, если брать Ханну Арендт, да, тот, кто берет метафору строительства или специального плана, по которому мы создадим что-то и построим, тот материал, который не вписывается в наш план, мы его силой заставим туда вписаться. И тогда конструктор превращается, ну, согласно триаде Арендт, да, в что-то очень конструирующее, превращается в человека, который явно занимается антиполитическим или антиреспубликанским действием, вбивая сопротивляющийся материал в то лекало, которое он ему навязывал. Тут есть два выхода из этого сюжета, но первый тоже Арендтовский, у него есть концепция в конце второй части книжки, да, Human Condition Pro, то, что произведение искусства, оно близко к политическому деянию и не загоняет материал, сопротивляющийся с помощью насилия в ту форму, которую ей предписывает предсуществующий план конструирующего субъекта. Второй выход – это, ну, если не погружаться в Арендт обедение и специальное размышление, насколько оно было право и не право, это Вальтер Беннемен и его концепция констелляции, то есть как всеобщего, которая не подавляет конституирующие частные элементы, как мозаика. Вы все говорили о пазле, вот, но лучше, соответственно, если брать классиков типа Беннемена, которые боролись как раз с статализующими характеристиками диалектики и всякими, пытались отрицать всяких конструкторов по определению, чтобы потом линию партии, проводя, нельзя было расстреливать тех, кто с ними соглашается. Вот там идея, соответственно, как-то открытия для мира новой констелляции элементов, которые вместе сошлись ненасильственным путем, это, в общем, одна из центральных интуиций Беннемена, которую потом после его смерти переименул Адорно в негативной диалектике. И это ее отличие от марсистской диалектики, ну, в смысле, вот классической, там, не знаю, гигелевской, марсовской, ленинской. Вот, поэтому мне просто интересно, вы как-то о форме собственного предложения рефлексируете, и можно ли его подготовить за счет Аренд или за счет Беннемена? Да, Олег, спасибо за такой республиканский жест, вы, так сказать, наносите критический удар и предлагаете решение сразу. Я так в эту сторону не думал, я думаю, что, ну, это значимый, естественно, вопрос. Я могу, так сказать, как это, процитировать сам себя, я просто не озвучил эту фразу, ну, вот она прямо бьется неожиданно с Беннеменом, я про него тоже не думал здесь. Для этого должна быть поставлена и решена задача убедительной сборки хронотопа исторически конкретной и уникальной констелляции культуры людей, разделяющих чувство принадлежности к фундаментально здоровому целому и его идеалам, и сообщества, разделяющего ответственность за совершенные и совершаемые от его лица преступления. Публицисты или политики несущие такую сборку должны публично говорить от лица целого. Ну, так далее. Вот, в этом смысле, ну, вот, так сказать, констелляция слова, да, видимо, здесь удачная. Я не, ну, как бы, не анализировал его в этом смысле, но я думаю, что это близко, да, к какой-то интуиции, которая здесь ведет. Это правда, да, что есть некоторое татаризирующее воздействие, ну, как бы не то, чтобы, так сказать, ну, наверное, часть ответа, вот, помимо, так сказать, того, что да, это, мне кажется, совершенно продуктивным. Другая часть ответа, что, конечно, ну, то есть, любая такая, ну, такие проекты, такие конструкторы, конечно, являются заготовками, да, и дальше мы перформативно предлагаем другим согласиться или не согласиться, а спорить или принять, значит, наше называние вот этого целого альянса, патронаж и так далее, и так далее, да, другие такие же, значит, дискурсивные или политические и силовые субъекты, значит, соглашаются или не соглашаются на такую речь, да, и в этом смысле это, конечно, ну, по умолчанию всегда будет риторическим каким-то, в том числе, соревнованием, вот, но понимая при этом, что, да, в русской истории много периодов, когда риторическое соревнование запрещено, ну, и, соответственно, так сказать, да, конструктор в большей степени превращается во что-то, что навязывается, вот, но это не всегда происходит даже и в России, и здесь, ну, то есть, я бы, ну, часть то, в чем я уверен, да, что эта конструкция, конечно, тоже полемическая и риторическая, да, это предложение, от которого другой, в принципе, может отказаться, но если у нас достаточной силы, мы можем его, конечно, принуждать, да, временно. Тимур, вопрос из зала к тебе. Дмитрий Рогозин спрашивает, а что за социологические данные, позднесоветские, это в целоме речи или раньше? Слушай, я сейчас не припомню, это мое, так сказать, такое воспоминание, да, я думаю, что это в целом, ну, как, 90-е годы где-то вот, да, что людей спрашивали, ну, какая ваша главная идентичность, значит, и это была вот идентичность советского человека. Но при этом, на самом деле, это отдельный интересный вопрос, и сегодня понятно, что идентичности многослойные, и, например, студенты ведущих вузов, другое исследование, которое, может быть, Дмитрий видел, когда спрашивали студентов ведущих российских вузов, какая у вас главная идентичность, это было года два назад или три, у них главная идентичность была житель мира, вот, значит, и там, ну, где-то там, значит, были всякие остальные, вот, поэтому идентичности сложно структурировать, но это, опять-таки, это какой-то реальный объект, да, он сложно устроенный, да, но его, наверное, можно как-то видеть в его сложности. Ирина Дмитриевна, я просто думаю, что все глубоко задумались и начали составлять этот пазл. Нет, ну, на самом деле, мне кажется, действительно, это очень важный момент, момент обсуждения, да, потому что как только начинается разговор о конкретных, да, каких-то историй, то получается очень противоречивая картина внутренняя, и в этом смысле, вот ваше краткое описание развития идеи национализма, да, она любопытна, насколько она внутри противоречивая, насколько частично она базируется на советском. Опять же, с другой стороны, попытка интегрироваться в общий мир, в том числе, да, националистические традиции, и в этом смысле это такое, то, что называется, челлендж для этой части общества, которое какие-то исповедует, может быть, другие ценности и представления об этом воображаемом сообществе. А вот мне кажется, что как раз осмысленный и вот такой зрелый разговор именно о том, как складывается другой пазл, на каких основаниях и прочее, ну, как-то, по-моему, не велось очень долго. Как ни странно, я забыла, кто это упрекал о том, что элита и правительство спит в начале двухтысячных. Это кто был? Ремезов? Это Ремезов, Ремезов, да, Ремезов. Ремезов, как ни смешно, он был прав. И вот в этой части, да, что попытка общества самоопределиться, но в данном случае мы до сих пор живем в категориях постсоветского общества, да, то есть у нас нет положительной идентификации, условно говоря. Но вот здесь он нащупал проблему, другое дело, как он ее решает. Но эта же проблема остается. Неоформленная идентификация, хотя бы самой широкой, потому что слово «пост» выдает, о чем писал еще социологи Дугутков и Дубин, да, выдает растерянность обществу. Да, спасибо за, так сказать, стимул тоже к такой, о том, чтобы подумать об этом вот в конструктивном русле, как вы предложили, так сказать, в рамках семинара. Дорогие коллеги, спасибо большое за дискуссию. У нас будет перерыв для того, чтобы додумать мысли о том, о чем мы сегодня услышали. И спасибо нашим докладчикам и нашим дорогим YouTube-зрителям. Мы встретимся в 16 часов по московскому времени на следующей секции «Неимперская в литературе и культуре». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...